Пожилые люди, носители житейской мудрости, помощники и незаменимые советчики в любом вопросе. Это наша опора и гордость. Это те, кто наконец-то понял справедливость и пронзительную глубину пословицы «Жизнь прожить, не поле перейти». Заслуженную дань уважения и любви ко всем тем, кто честно трудился всю жизнь, проявляют и в поселке Володарского. 1 октября на дне пожилого человека в кафе под символичным названием «Рай» встречали почетную гвардию сельского поселения Володарское. Это самая почетная категория наша, самая важная. Почему? Потому что это наши земляки, которые внесли вклад своим трудом в развитие нашего всего поселка, поселения. У каждого своя судьба и трудовая, и жизненная, и поколение несколько, и каждого рода, к которому какой-то пенсионер относится. Есть семейные пары, династии. И всех мы стараемся помнить и не забывать. Золотой запас Володарки – так можно охарактеризовать зрелое поколение поселка. Забота о пожилых людях является одним из приоритетов администрации поселения. Несмотря ни на какие финансовые сложности, здесь понимают, что этих людей необходимо выслушать, поддержать, помочь или устроить вот такой замечательный праздник. Какая может быть сложность в том, чтобы пообщаться с нашими ветеранами, с людьми, которые отдали жизнь этому поселку, этой земле, этому предприятию? Большой сложности здесь нет. Здесь нужна инициатива. Слава Богу, у нас инициативных, активных людей всегда хватало. И поэтому мы с большим удовольствием каждый год позволяем, по сути дела, мы всего лишь позволяем людям, которые на сегодня от активной общественной жизни в основной массе своей отсечены, даем возможность пообщаться друг с другом и как-то вспомнить вот все то, что у них за плечами. Чтобы праздник получился, подготовку к нему начали еще за несколько месяцев до события. Готовить начала я чуть ли не с половины августа. Во-первых, мы программку составили. Из расчета мы хотели 90 человек. Думаем, все. Обратилась ко всем спонсорам. Все приняли положительно, помогли. Я им очень благодарна. Все постарались организовать ветеранам труда запоминающийся праздник. Центр культуры и досуга Ладыгина подготовил замечательный концерт. Юные таланты подарили выступление и поделились рецептом, который поможет сделать бабушек и дедушек счастливыми. Надо все, что угодно, чтобы только они были рады. Убираться у них дома, получать хорошие оценки, радовать их, делать им подарки, открытки на день рождения, танец, танцевать, допустим, на годовщину. А еще рецепт счастья – это найти себе увлечение, такое, как участницы хора «Русские напевы». Два года назад женщины собрались в библиотеки поселения и решили объединиться в творческий коллектив. Сегодня они уже не представляют свою жизнь без этого. Конечно, потому что иначе будут только лавочки, кастрюли, внуки и домашняя уборка. А для души-то надо чего-то. Помимо книг, телевизора, надо еще и для себя чего-то. Полюби себя любимую. А петь на Володарке умеют и любят. Михаил Сергеевич, 53 года из своих 84-х, не расстается с балалайкой. Гастролирует по всей округе, имеет множество поклонников и почитателей своего таланта. Никто не учил. Образование на три класса. Да. Образование. А пою. А царем я напел. Два голоса. Это просто весь город хлопал нам невыносимо. Ой, полны, полна моя коробушка есть. Рубли-тройки расскажу, как самогоночку гнали на три старики. Эмоциональный заряд от этого праздничного дня надолго сохранится в сердцах пенсионеров. Елена Бабина, Олег Федоров, Наталья Буслаева. Видное ТВ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...